Снова утро, снова солнце, снова мы куда-то идем. Сегодня в наши планы вмешалась сыроварня. Мы сегодня хотели просто походить по рынкам, поискать Сюрстреминг, там что-то сходить в ботанический сад и т.д. и т.п. Но потом нас простила мысль съездить на сыроварню, попробовать сыра настоящего и т.д. и т.п. Мы позвонили, она находится в поселке, на которой уехать час, у них экскурсии проходит каждый час, и нам нужно быть там к пяти часов вечера. Время, блять, час дня. И нам сейчас надо съездить в ботанический сад, попутно что-то похавать, потом быстро поехать в эту деревню и отведать там сыра. Не знаю, как все это получится и т.д. и т.п. Но будем пробовать. Погода, солнце, легкий ветер. Сейчас самая первая задача похавать быстро, плотно, качественно. Мы ждем на остановке, мы зашли в пятерочку, взяли каких-то булок и попить. Будем жрать в автобусе и крошить на пол и на кресло людям. Мы хотели нервировать, ну я не упошу, если вам все равно, нам не все равно. Общественный транспорт. Здесь должен быть порядок, а не мусор висеть над головой. Вишневый пирожок был вкусный. Сосиска отстой. Солбник-то супер бомба. Ну вот это, ой, вишневый пирожок. Клубничные пирожки у меня прикольные. Да, они в пятерочку прикольные. Ой, что-то я облился. Дом какой разрушенный. Короче, мы ехали, приехали, епта. Ехали, ехали, приехали. Время 2 часа, бля. В 5 часов у нас сыр. И нам сейчас надо как-то быстренько посмотреть. Вон там находится этот... То, что нам надо. А то, что нам надо, я забыл уже что. Короче, да, нам туда, а потом туда и больше никуда. А может быть и туда. Как в мультиках, епта. Манхейн. Ботанический сад. Все, мы приехали. Вон. Это был велосипед. Ну и что? Почти самокат. Все, мы зашли, мы все оплатили. Вот он, тут он. Огромный, время 2 часа ровно. Ну, пошли на цветочную поляну, на питомник. Потом на оранжерею, пруд. Не проще. Не знаю, я... Ну, не знаю, что здесь надо снимать. Буду снимать то, что будет нам действительно интересно. Типа, мы такие, вау, нихуя себе. Какая прикольная хуйня. Пока что просто кусты. И трава. Ничего интересного. А вон подсолнух. Какие-то инопланетные растения. Не, не понятно, что это такое даже. Ну, это же правда, высадился на другую планету. Там вот целое поле вот таких вот. Я бы, ну, не удивился. Я такой, ну да, это что-то инопланетные. Такая красивая бабочка. Тут такие вот, тут такие вот штуки растут. Вот. Но они мягкие, они не колючие. Нашли дерево с глазами. Чего за дерево интересно? Это не нарисовано, потому что оно так растет, правда. Мы прочитали. Вот это вот дерево с глазами. И с целлюлитом. Это твоя бывшая. Нет, это бук называется, залупа. Бук какой-то лесной. Бук, конечно, тут какой-то он огромный. Есть тоненький бук. Типа вот, типа вот этого вот. А есть вот такой вот толстый. Ну, это бук называется. Шли интересное дерево. Называется Павловия. Сама по себе тоненькая. Ну, вот можете видеть, не сильно толстая. Но листья у нее просто пиздец, блядь. Огромные, нахуй. Вот они, вот они просто вот больше. Там ничего больше. Ну, типа сверху там вообще пиздец, какие огромные. Вот эти вот. Но они точно больше в голову. Да, конечно, блядь, они. Вот это вот спокойно можно на грудь, нахуй, этому человеку, блядь, одевать. Огромные листья. Хотя само по себе дерево тоненькое. Интересно. А это что за Вася? Тоже, смотри, какие листы огромные. Магнолия трех липев. О, Магнолия, Вася. Так мы ее, по-моему, собирали с тобой в этом форесте. Из нее повязки делали. Ой, в форесте, в этом. Гринхелл. И, блядь, она какая это. Как резинка от противогаза. Или она водоотталкивающая. Короче, что-то я слышал про эту магнолию. Листья большие. Где? Мы нашли озеро. Утки. Но оно очень коричневое. Вот прям очень. Вот зеленое, а вот коричневое. Ян правильно сказал. Как будто бы тут, блядь, должны крокодилы плавать. Прям очень коричневое озеро. Не знаю, тут, наверное, даже не видно будет. Что, сиди? Я не понял. Ян в цветочном саду умудрился залезть в крапиву. Как ощущения? Здесь больно. Как тут красиво, я не могу. Называется Олея влюбленных. Думаете, канат? Нет. Это дерево. Галициния китайская. Ну, китайцы хули, что так не придумают. Даже растения, вон, дебильных, по-моему, изобретали. А вот это все, вот эти вот маленькие. Все, 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 все. Все, вот это вот, вроде как виноград был. Вот еще одно. Где боярышник? Где боярышник? Петушья шпора. Э, петушь. Ну, вот коряга, да? А вот ты трогаешь ее, она, ну, она как нитка, блядь. Как, как вот объяснить? Резиновый шланг. Как резиновый шланг, но. Ну, а вон она гнется вся спокойно, вообще, вообще ей похуй. Конечно, она вон заевается друг в друга. Вот они как на лянах-то скачут эти всякие обезьяны и прочая хрень. Это в натуре просто, это просто как шланг резиновый. Хуеть, блядь. Киркозюнку на листу. О. Вон ее можно как угодно поворачивать, все, что хочешь с ней делать. Просто, ну, как канат, ебать. Блядь, сраные пиндосы нахуй здесь. Лип-америгански навысаживали здесь с 1900 года, уже 120 лет. Она тут стоит, землю русскую, корнями своими разрывает. Сука, срубить. Мы нашли огромное дерево, огромное. Это в смысле оно еще обрублено все. Сейчас Ян встанет рядом с ним, чтобы вы поняли весь масштаб. Пиздец он большой, просто, блядь. А еще мы увидели в мусорках тут пальмы, так что они здесь есть. Будем искать. О, hello there. Я же сказал, что мы найдем здесь пальмы. Это что, большой ананас? Ну, по сути, да, это большой ананас. Тут очень душно. Прям супер, супер душно. Так, опять в Вашингтоне, опять америханцы здесь землю нашу русскую. Тут можно эти штуки подергать, она, кажется, мягкая вся. Сейчас вот эта вот пальма. Вот эти, да. Вот это у нее что? Мерлин и Вавереда. Вот из них палатку строят. Мы в Гринхеле строили. А это банановая пальма или обычная? Да это что, Женя, планетная. Тут даже непонятно, что снимать. Тут все штуки колючие, такие вот попрытники всякие. О, какие интересные. У нее какая интересная фактура. Они все такой, ой, ой, ой. Вот это вот штуки есть еще такой ствол. Он прям колючий. Все. Мы в джунглях. Цэ джунгли. Посреди России матери. Немаши, блин. Джунгли. Ой, бля. Тут вообще банька парила. Ну, пахнет и вкусно, кстати. Фикус, фикус. О, фикус, да он ундер. Ли фи ха. Я думал, это фрукт. Я тоже думал. Ну, он, наверное, растет на этом дереве. Что? Секвой ешь? О, секвой, это же эти, которые американцы любят. Кофе. Аравийский. Вот это вот, видимо, кофе. Вот так вот, понимаете. Любители кофе уничтожаете вы растения, выпиваете кофе, нахуй. Все. Гриб там вырос. Куда-то здорово такой. Систематический дизлайк, нахуй. Какая-то там все платное, блядь. Нас туда выгнали, потому что он там только наличными принимают. И сказали, пиздуйте в кассу и там оплачиваете целых 40 рублей, нахуй, да. 40 рублей, я не шучу. А это что такое? Что за дерево? Что-то на нем за фруктики растут. А ну-ка дай посмотреть. Это что, это яблоки, что ли, какие-то? Блядь, это прикольно. Забрать, нахуй, с собой увезти, там дома вырастить, блядь. Что мне мешать? Ух ты ебать. Посмотри, какой он огромный. Это настоящий кактус, да? Нет, это искусственный ян. Ты что? А что? По-любому он настоящий. А из какого там делают это? Я выберу, я выберу такое и видел. Из какого там делают это? Эти всякие. Ну как они? Ух, как устроено. Смотри на него. Смотри, какая пика нахуй у него. Где? Ой, они колючие. Это толстянковые. Прикол, дес. О, смотри, какие лапки. Эй, лапки тигриные или как? Толстянковые. Я не могу, у меня лапку. Это ж роза. Только из кактуса. Посмотри, реально. С кактусом из розы. Ох, ебать тут. Жарко. Тонечки. Что за молсом вообще? Что делает? Боже, чудовище. Зачем? Что с корнями, ян? Не знаю. Он на 100 километров у него не сухой. Это в нем воды столько. Вот еще одна такая же. Как он называется? Спарджевые. Нет, это трихопериус. Трихопериус. Я 80 рублей заплатил. Я на трогаю на них. Да. О, так это же эти, вот эти, мексиканские кактусы, ян. Бать, они длинные, пиздец. А что он не колючий-то совсем? Где у него колючки-то все? А, ну, они вроде бы, как бы, я не знаю, зачем их садят-то? Это же кактус. Ну, чтобы тут не кололись. Так лучше пускать. О, бабочка красит. Вот это тут парюка, конечно. О, вот эти прикольные. Конечно, здоровые. О, а вот эти вот тоже часто очень рисуют. Они в горшках вырастают, как эскизы часто используют. Ну, и тут началось. Это что, аунивера? Да, скорее всего. Вот это я ботаник на туре. Каким-то алпасть. Смотрите, какой кактус. Бл***, колючина. Это же когтиточка для кота. А что здесь, по твоей логике, они не бывают шлобок, нахуй? О, стоп. Так. Ага. Какие штуки в мультиках, я? Вот эти вот штуки в мультиках, я даю. Почему они все не колючие? Это где у них все колючки-то? Что такое? Что за кактус без колючек, я не понял. Дизлайк. Ебать тут видов этих кактусов, просто пиздец. Как он там закрутил? Просто жуть. Сколько их много, блядь, блядь. Блядь. Вот это, это тоже кактус, Вася. И вот это кактус. Я же богомол. Ох, ветерок хорошо падал. Как вот это вот может быть кактусом? Ну, не знаю. Колючки есть, значит, кактус. Ну, по их логике должно быть, ну, не по их, а по такой логике, должно быть тогда. Докажите, денежное дерево, я. Вот это вот. А это что, кактус тоже? Вот оно, вот оно, вот оно, денежное дерево, вообще один в один. Ствол. У меня дома такой же растет. Чего, блядь? Чего, блядь? А это пахнет что-нибудь? О, пахнет, сигами пахнет. Мы тоже в Гринхеле с тобой видели вот эту вот. Я помню, види дискотку. Ее типа нельзя хавать. Ее можно хавать, ее если приготовить. Не, 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 это не клубень, клубень другой. Тот, который белый цветок стоит, ты его хавишь, у тебя отравление потом. А я ему так грустно. Вот, вот это, по-моему, банановая пальма, слышишь? Вот из нее мы с тобой делали палатки спальные. Деньги заплатил, почему туда нельзя? Огромные деньги заплатил, 80 рублей. Как много всего зеленого. Ух ты, а там что за коллектив? О, за это я тоже заплатил. Аквариум с растениями. Ебаный в рот, это ты как так засрался? Ой, 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 наплевали на меня растения эти ваши, не понравился. Что это такое? Пыльца какая-то, фу. Какой он в рот вообще? Все, короче, вышли мы с этой Оринджеле и сейчас поедем на дегустацию сыра. Сейчас посмотрим, какой автобус, как ехать и потом поедем туда прям, да. Ну что, как тебе ботанический сад? Слава богу, что он стоит 100 рублей. На все свои 100 рублей он тянет. Сходил, погулял по парку, что-то там посмотрел, зашел в Оранжере, его прикольно пальцем потыкал. 140 рублей. Ну если 40, да, доплачивать, вот это уже вопросы. Стоило бы все сотку, везде есть вход. Да, замечательно, что пришел, погулял. Сколько? Ну 45 минут мы там походили. Ну и то мы быстренько все прошли, ничего не ковырялись. Ну что, 100 рублей нормально, но так, типа, нет в этом, наверное, никакой особой ценности. А так просто шел, вышел, не находил. Все. Да, ничего интересного. Ну в Оранжереи только были, там прикольные кактусы и все, больше ничего. Деревья, кусты, деревья, кусты, деревья, кусты. Все деревья одинаковые, все кусты одинаковые. Названия у них разные почему-то. Ну хуйня, короче, какая-то, непонятно. Непонятно! Едем на сыровать. Интернет-магазин, тетрадок, точка, нет. Ну ладно. Спасибо. Опоздали мы, короче, все нам на автобус. Буквально на минуту, минуту-две она сказала, вот он только что уехал в следующих 5 часов. А нам к 5 часам надо уже быть в Никарасум. Поэтому мы решили долго не думать и вызвали такси. Сейчас едем на такси в Никарасум. Там спереди, какая-то гонка едет. Сейчас посмотрим, что там. Сейчас посмотрим, что там. Прикольно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Красивое, одинокое дерево... Мы тут попутно приехали к замку Шалкен... Настоящая дорога прям... Куда-то сюда заходили, прям понимаешь... До шести часов у него режим работы... Входной белье взрослый... График экскурсии каждый ровный час... Добро пожаловать... Бля, охуенный замок... Сука, вот против солнца снимать, конечно... Попробую поярче, чтобы было... Прям настоящий замок... Прям развалины настоящего замка... Там можно пошариться, походить... 250 рублей стоит... Но мы на сароварню опаздываем... Может быть зайдем, снимем... Не забудем, если... Если успеем... Ну, ебать тут, конечно, прикольно... У него прям... Тут где-то полянка, прям понял... Перед замком... И вот он остался... Это в то время из кирпича строили, да, уже... Походу, нашли мы сароварню... Что-то похожее... Вон там скрывается за кустами... Красиво тут... Замки древние... Ну, это чисто пуссент... Ну да, вон она, скорее всего... Сейчас будем заходить, смотреть... Сколько экскурсия стоит, сколько... Что там будет вообще... Но целый час длится экскурсия... Поснимаем, походим, если что-то интересно... Ну, вот она, да... Скорее всего, это сароварня... О, там что такое... А это ринг... Да нет, нет, просто что-то залили... А тут сыр созревает... Вон его там видно... Ну, прикольно... Экскурсия стоит 350 рублей... Оказывается, будет дегустация и сыра, и шоколада... Ну, давай посмотрим, что тут по ценникам... Что еще тут есть? Сыр пол твердый... Зоке... Лиска... Ну, пока нет смысла ничего покупать, пока не попробуем их... Это шоколадочная работа... Это шоколадочная работа... И мы просто поняли сколько... Допустим, вот этот кусок... Что у него ценник 200 рублей за 100 рублей... Да... Сыр и шоколад... Собственного производства... Который продается только вот здесь... В магазинах он в город не продается никуда... А это вот как раз таки развалины того замка... Который мы хотели бы сходить... Но, сука, не успеем... К сожалению... Вид на сырование с другой стороны... Мы начали потихоньку собираться... Если посмотрим... Над витринным окном... Увидим подкову... По этой подкове уже можно судить... В принципе, размеры лошадей... Хотя... Не самая большая подкова... Которую мы здесь нашли... Но она лучше сохранилась... Всем известно, что проще построить заново здание... Чем реконструировать историческое... Но наши руководители пошли не по самому легкому пути... И максимально сохраняли все исторические элементы... Когда мы приводили территорию в порядок... Мы обнаружили, что она была вымощена брусчаткой... Мы ее извлекли... Представили в виде декоративной оборонительной стены... Сделали мощение дорожек... Сделали фундамент подкования... Ну и много еще исторических элементов... Даже... Восик для ботылок у нас есть... Деревянные конструкции собирались по принципу лего... Без единого гвоздя... На базах и шипах... А закреплялись деревянными черпиками... На каждом элементе можем видеть цифровые значения... Петербургский... Цифонский... Как вы думаете, вот такие накладки для чего придуманы? Чтобы лошади не грызли... Если посмотрим на противоположную балку... Увидим... Оторвали... Погрызли... Есть не стали... Но судя по всему... Антисептик не понравился... Когда мы подняли советский деревянный полк... То под полом мы обнаружили рельсы... С датировкой 1899 года... Рельсы на конюшне... Как вы думаете? Конечно... Привозили корму... Увозили отходы... Вот такая вагонеточка у нас... Зареконструированная... Аккуратно... Эти... Ножки... А если поднимем с вами голову... Увидим... Вот колокол... Это колокол... Важаем гости... Но в него надо обязательно позвонить... Надо взянуть... Как его звонить... Мамечательно... Знаете, для чего такие колокольчики вешались на шее и животное? Хотите, можете позвонить... А, это оно прямо на шее и висело... Не такого размера, конечно... Но... Эта ботола для того, чтобы если животное потерялось... Мне поможет... С туманом всегда мой хозяин услышит, да... Где находится его животное... И один колокольчик, кстати, никогда не повторит звучание другого... А сейчас я хочу вас познакомить... А прусский кот другой... Сейчас я покажу вам его... Смотрите... Мы с вами просто поменяемся местами... Хорошо? Я буду уже рассказывать о том... Совершенно верно... Совершенно верно... Вот он... Уважаемые гости... Всегда хочется верить во что-то доброе и светлое... И у нас есть такая традиция... Находясь здесь... В нашей староварне... Бывшей конюшне... Возле нашего Леопольда... Мы загадываем желание... И поверьте... Оно обязательно исполнится... Ну а сейчас... Мы с вами находимся возле одной из четырех камер... Естественного созревания сыров... Что значит естественного? Сыры созревают 2-3 месяца... И только потом поступают в продажу... Самому старшему сыру... Который мы с вами будем пробовать сегодня... Будет 12 месяцев... История сыроделия насчитывает более 7000 лет... А где обычно археологи находили остатки сырного продукта... Это пещера... Там где определенный стабильный метр климат... Постоянность... У нас тоже в трех камерах 12 градусов 83% влажности... И только в одной 25... Та камера нужна для приготовления всего лишь одного сыра... Сыра... Чужим интернетом... С животным происхождением... Так вот когда мы приготовим нашего больщика... Так он у нас называется... Мы несем его в камеру 12 градусов... Там начинает работать одна группа бактерий... Спустя две недели... Мы несем его в камеру 25... Там начинает работать пропионовые кислые бактерии... Которые вырабатывают угли кислоту... То есть газы выдавливают сырное тело... Образуя вот эти дырочки глазки... Но этот процесс нужно зафиксировать... Поэтому спустя еще некоторое время... Мы несем его опять в камеру 12 градусов... В противном случае сырную голову просто... А, ну да, ее разорвет, но... Сыры бывают... Молодые, зрелые, взрослые и винтажные... Если посмотрим на верхнюю полочку... Это винтажные сыры... Они ровесники нашей сыроварной... Им более двух с половиной лет... И одеты они в восковое покрытие... Ниже видим латексное покрытие... Внутри видим светлые сырные головы... Это натуральная корочка... Все сыры будут проходить процесс образования натуральной корочки... И только уже сыровары принимают решение... Будут вам что-то одевать... Либо нет... Знаете, каждая сырная голова будет покрываться плесенью... Это хороший знак... Если этого не происходит... Тогда объем тревоги... Что-то идет не так... Но плесень мы тоже с вами никогда не увидим... Потому что идет постоянный уход за сырами... Люди веками одевали и одевают свои сыры в воск... Но вот пользу латекса все-таки хочу сказать... Смотрите, мы знаем, что в начале сыры увеличиваются в объеме... С возрастом сыры будут что? Уменьшаться... Воск имеет свойство трескаться... А вот латекс будет играть вместе с сырным телом... Не нарушая их свою целостность... Полочки сделаны у нас из лиственницы... Лиственница хвойная порода... Но мы не применили ни сосну, ни ель... Потому что они выделяют... Смолу? Да... Мы не использовали и дуб... Крепкая дрелизина... Но дуб выделяет... Ну тоже сок какой-то, да... Дубильные вещества тоже для наших камер не подходят... Самая маленькая сырная голова... 350 грамм... Там в серединке... В конце она стоит... В серединке... На верхней полке... И самая большая... 20 килограммов... Ну... Дуб, как говорят... Хороший коняк, да? Коняк пока не делаем... Идемте дальше... Почему? Потому что находясь здесь... На протяжении всего рабочего времени... Во все наши витринные окна... И даже сверху... Мы можем наблюдать за всеми процессами... Которые здесь происходят... В русской избе что? Всему голова? Печь... Печь... А у нас котел... Данный котел на тысячу литров... Из тысячи литров... Можем приготовить 100 килограмм сыра... Но... Хочу похвастаться... Буквально недавно... Мы установили еще один котел... Вот... Сзади... С того конца... Видите, стоит? На три тонны молока... Помните, как в Простоквашино... У них в два раза молока больше будет... А у нас в четыре... Молоко поступает по шлангам... Вот они висят... От меня с правой стороны... Никто... Кроме внутренних сотрудников... Не должен там находиться... Прежде чем молоко поступит... Пройдет три анализа... Я не говорю про все... Те три, которые важны для сыра... Это... Жирность... Кислотность... Наличие антибиотиков... Если жирность превышать необходимую... Тогда мы молоко... Обезжириваем... Сдепарируем... Помните, какой процесс? Кстати... Вот стоит сепаратор... Так выглядит... Вот этот большой... Такой... Аппарат... Прямо видите... С тазиком... Таким... У него два носика... С первого носика будет... Бежать... Сливки... Сливки... От другого носика... Будут бежать... Обезжиренное молоко... В молодости... Нашей... Его называли... Обрат... Далее... Молоко будет проходить... Процесс постерилизации... При температуре... 63-65 градусов... Разная масса... Сравним ее... С запеканочкой... Что понятно было... Эту запеканочку... Нужно будет... Отделить... От жидкости... В которой она находится... Как жидкость называется? Сливки... Точно... А чтоб легче отделялось... Нашу запеканочку... Мы поделим... На сырные зернышки... У каждого сорта сыра... Размер сырного зерна... Будет... Определенный... Но не менее... Двух миллиметров... А чем же будем нарезать? Ножами... Там где шланги... Сбоку висят... Узкие решетки... Как шампурат... На чем-то напомню... Нашли? Да... Это ножи... Они так музыкально... Называются... Лиры... Музыкально... Правда? Не менее... Музыкально... Они будут вращаться... Нарезая... Сырное зерно... Ну и затем... Отделение... Смотрите... С левой стороны... Вы можете видеть... На полочках... Формы... Такие белые тази... Я их так называю... По-простому... Разных размеров... У этих тазиков... Поэтому... Сила давления... И срок прессования... Тоже будет разным... Наливные рассольные сыры... Будут прессоваться... Всего два часа... За два часа... Мы им придадим форму... Придадим плотность... И отправим в рассол... До четырех суток... Почему то... Это будет зависеть... От размера... Сырной головы... Пресс... Справа... От меня... Четыре поршня... Побольше... Большие... Видите? А слева... Над ванной... Шесть столбиков... Тоже поршни... Тоже пресс... Сырной... Напоминает... Вот эту обычную... Просто... Больших размеров... Внутри... У нее... Канавка... Для сбора лишней жидкости... Стены... И... Дно... У нее... Вольные... Для подогрева... Распределили наше зерно... Включили подогрев... Повысили первая кислотность... Естественным образом... Плюс... Сырные зернышки... Скрепляются между собой... Выталкивая лишнюю влагу... То есть... Спаиваются... Далее... Нарезаем на пласты... Укладываем друг на друга... Переворачиваем... Повторяем процесс... До тех пор... Пока не образуется... Консистенция куриной... Вареной грудки... Представили? Угу... Такая же плотная... И волокнистая... Затем мы ее нарежем на прямой угольничке... И в третий раз еще посолим... Сухого посола... Прямо солим... Пропитается... Форма и под пресс уже на 12 часов... А какая структура сырного тела получится... Через три месяца... И через девять месяцев... Вот сейчас мы попробуем с вами на дегустацию... Идемте на второй этаж... Сразу к столу мы подходим... Уважаемые грудки... Мы с вами находимся на втором этаже... Нашей краюши... Как вы думаете... Что здесь было? Нет... Да... Здесь хранились сено... И рамы того периода... Можно поближе посмотреть... Тоже они железные... Ручки не забываем... Девять человек... Кто подошел? Мы... Вы будете вот за этим столом... Хорошо... Уважаемые гости... А с чего вообще все началось? А началось все с шоколадной фабрики... Которую открыли больше десяти лет назад... Вся шоколадная фабрика... Вся продукция шоколадной фабрики... Здесь... Вот идет... Длинное кирпичное здание... Видите? Так... Кто еще не попросил? И... Хотела обратить ваше внимание... Вы когда заходили... Видели один из жерновок в предходе... Обратили внимание? Да... Так вот... Мы нашли его вот здесь... С левой стороны... Такие круглые фундаменты остались... Это... Остатки прусской мельницы... И несколько столетий... Ну... Такие общие... Ручки кто еще не опросил? Четыре человека уже знают... Здесь вставать... А вторые за этот стол... Встаем друг против друга... Уважаемые гости... Здесь перед вами шоколад... Ручную работу сделать... Шоколад... Пекутся маршипаны... Затем... Встаем друг против друга... Встаем друг против друга... Чтобы здесь было свободное... Встаем друг с другом... И так... Встаем друг с другом... И так... Во первых... Предлагаю снять... В салфетке... Наверное... Встаем друг с другом... В салфетке... Давай... Подходите... Кому нужна водичка... Все... Пьемся с тобой... Готов... Сейчас клейка у нас... Проект Х... Что за вино интересно... Пахнет вкусно... Да... Чтобы мы с вами могли почувствовать... Еще вода нужна кому-то? Тогда разбираем бокалы... Встаем... Там налей водичку... Все... Уважаемые гости... Делаем глоточек... Берем палочки для дегустации... И первый сорт сыра... Мы... Ой, вот... Все хватает теперь? Да... Первый сорт сыра... Будем пробовать с вами... Первый кусочек, кто не успел, потом можно будет понюхать, и воняйте нам. Первый кусочек понюхали и просто слушали. До второго кусочка уже будем наслаждаться этого же сорта сыра. Таким образом, второй кусочек язычком прижмем к шнёгу, поводим в ойогу, так сказать, помусолим его. Здесь мы почувствуем структуру сыра, какая она будет, пластичная, укругая, рассыпчатая, и вкусовые краски откроются намного ярче. Пробуем. Пока скалывайте. Какая структура? Пахнет носками. У вас округая, плотная. Что, ни у кого не рассыпалось? Вот. А у вас рассыпалось, размазалось. Уже три варианта. Но на самом деле, как оно и есть. У этого другого сырного тела именно такая. Далее, поверьте, у всех будет все одинаковое. Это не пислоты человеческого балла. Это такая интересная структура сырного тела. Как раз, как на читус похожа. Я когда обнаружила, ну, стала постоянно обращать внимание гостей на то, что да. А у некоторых он сначала, знаете, пластичная будет, а потом кружка там. Ты его я на днёбу отчитывал, да? Да, такая интересная структура. Вот такая вот. А дальше, поверьте, будет у всех одинаковая. А какие вкусовые краски это будет? Я не буду навязывать вам свои вкусовые ощущения. Как это объяснить? Все три кусочка разные. Конечно, с триллиона волосы... Одного и того же сыра все три раза? Так, и во всех, во всех, во всех, во всех волосы, пока выражаться будут у всех по-разному. Так, такое-то рассыпается на мелкие такие камушки. Ну, вот, не был кислинку, наверное, но всё-таки здесь даже сыр. Абсолютно все три раза. Есть. Есть кислинка? Что-то ещё возможно будет? Какой вкус не вкусняется? Как это вкус описать? Вот, расскажи мне. Ну, мы... Я не знаю. Камки вот в таких вкусах. А у меня с сыворотка молочная. А творог ещё похожий, понял? По консистенции потом на творог начинают быть похожи, да? А вот про соль... Эти гудцы, светлые разные. Это же цветы. Ну, цвет я заметил, что разный. Но лучше быть вечно влюблённый, чем не испытывать этого темства. Правда же, согласитесь? Итак, уважаемые гости, обновим наши вкусовые рецепты и следующий сорт сыра мы будем пробовать в Абсолюте. Какая грамотная она, бухаловка. А как вы будете пробовать, я немножко расскажу о истории названия этого ахатского сорта сыра. Зокер. Древний русский переводится как трава. Представьте, 1275 год. Ординские земли и территория называлась Санкт-Петербург. Спустя 200 лет происходит дробление земель, присоединяется замок. Территория стала называться Ша-Петербург. Спустя ещё несколько столетий вокруг замка стали поселяться люди. Эти поселения называли Лишко-Лагеря. И территория стали так же называть Лишко-Ша-Петербург. Плоть до 1946 года. А вот с 1946 года уже посёлок Некрасово через герой Зеленого Союза Леопольда Борисовича Некрасова. Малоизвестный герой. Он погиб у нас в Балтийской косе всего лишь в возрасте 21 года. Уважаемые гости, а вот зоки у вас поскрипывает на жутках. Да. Да. Такая интересная структура. Я заговорила, что дать ему это у всех одинаково. Интересный такой зок. Ну, поскрипывает, реально. Прям такой скрипничек. Ну, и в бутербург я его более плавойный, да, Рэдик? Да. Вот так, скажем, супер-бровый такой греб, а не? Не-не, в бутербург я его не добавлял бы. Сейчас мы обновим наши вкусовые рецепторы, и следующий будет пробовать Нойхаус. Обновим наши вкусовые рецепторы. Нойхаус это кто? А это вот этот. Ну-ка, думай. Тоже вообще ничем не пахнет, кстати говоря, Нойхаус. Нойхаус. Во время Деньги, как называлось, у нас город Гуриц. Ага, да? И переводили как Новая Тома. Сырное переводится Новая Тома. Да. На кедровый орех чем-то похоже. Есть что-то такое. Итак. Какая же структура. Вот здесь я все-таки стараюсь сама говорить. Смотрите. Творожное. Такое творожное, с бетаной плавает вот здесь в Кусе. Есть такое? Да. Рассыпаем. О консистенции плотной куриной вареной курки. Помните? Вот что получилось через 3 месяца. Такая разбытия. Ну, наггетс похоже. Как консистенция, на наггетс. Сейчас мы с вами попробуем, что получится через 9 месяцев. Обновим наши вкусовые рецепторы. Так, Наталья Волкова с новой. Обновим наши вкусовые рецепторы. И следующий чеддер будем пробовать. Чеддер 9 месяцев. А, это вот этот вот красавчик. Первого, как я хочу показать, что вы обратите внимание, когда вы варуете, он начинает у вас расшиться. Да, да, да. Он прям такой плотный. Запах у себя капец. Носки. Обратите внимание, какое богатое и какое длинное подливкусие. Глобин, сырый мы с вами взяли, но не сушали, и подливкусие уже пропало. Он как будто бы прокис. Я хавал такой. Корочка сырная. Интересная. Близкий сорт сыра. Мы не изменить сохранение технологии. Мы не изменить даже на твариже, не имели даже право. Сыр, когда засыхает, обычный, корка у него образуется, вот похоже. Что же там еще ощущается внутри? Горчинка. Горчинка, да. Кислинка будет, горчинка будет. А песочек-то вы чувствуете? Да. Ну, не все молдят. Как будто так и должно быть. Это действительно так и должно быть. Это кажется. Начинается процесс контренирования. Лишняя жидкость уходит. Кальция. Он прям песочный такой. И шоете, вы смотрите. В рот, когда кладешь, как пластилин становится. Высыпается. Да, да. Он высыпается, как пластилин. Вот он вот почувствует грибную. Этот сорт сыр очень интересен. Он на каждом этапе будет разный. Смотри, 6, 9, 12, 18, 24. Основные периоды своего созревания, когда он будет разный, совершенно. А вот в 24 месяца он будет, как янтарь. Его порезать будет, у вас в любом месте, невозможно. Его нужно будет просто колоть. Интересный, чудесный сыр чеда. Ну и следующий попробуем колби. Конечно же, обновим у нас вкусовые цепторы. Колби. Более тухой уже такой сорт сыр. Процесс контренирования выражен уже более ярким. Тоже почти без запаха. Сливочный. Мне пахнет анчоусом, надеюсь. Консистенция, а просто пушка. Интересно. Ну вот на таких вы уже взрослых, да? Я обычно говорю. Вареная курица. Видите, что ощущается вся молочность и натуральная? Курица. То есть уже влажность практически вся жила. Да. Ведь некоторые сыры теряют в объеме до 35-ти процессов. А вообще не молочная. Курица. С каким-то... Когда ты готовишь курицу в духовке. Лизка Козия. Вот смотрите, Лизка Козия это молодой сыр из козьего продукта. Например, Лизка Козия 8 месяцев. Это молоко Козия. А сейчас мы попробуем Лизка Козия из козьего молока. Братья, ты не понимаешь, сколько он... Последний очень сильно нравится. Вот это будет вообще просто пушка. Колби это вообще нереально, Ян. Так, это Лизия. Лизка... И что, это Козий? Что, Козий попробуем? И какой мягкий. Таящий во рту. Уже Лизку пробуем. Мне интересно. На вашем канале все поклонники Козьего продукта? Он похож на него, слышишь, на колбы. Да. Есть кто, который не поклонник, да? Ян, Лизку пробую, все попробовали. А на вашем канале все поклонники Козьего продукта? Есть кто? Впервые вообще пробую. Вот да. Вы знаете, в таком случае я вот все говорю всегда. Этот сыр нужно либо уже любить, либо попробовать, кто не пробовал, и полюбить. Либо попробовать и переходить к шоколаду. Что мы будем делать? Следующий шоколад. Вернее, первый шоколад. А надо его будем пробовать с вами молоком. Лизка? Блин, колбе вообще. Колбе горчит. Лизка не горчит. Лизка это лучшее из колбе. Как-то кокосовый сыр. Да, 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 у него послевкусие кокосовое. Соски будет открываться по-другому. Итак, молочный шоколад, где 35% содержали какао в продукте. Как вы попробуете. Когда мы все попробуем, вы все это докушаете. Он как-то хочет поглаживать. Да, вот. Лизка, да? Это лучшее из колбе, это лизка. Без горчинки. Не просто так скушать, ничего. И все. Вот молочный шоколад. Молочный, пробуй шоколад. Мы попробовали, да? А скажите, 55% дошли на 50%. Это категория уже темного шоколада. 55%. Берем ручками. Ручки мы обработали. Чтоб он у вас не летал по калилкам. Молочный шоколад. Послевкусие молочного пробуй. Ну что? Молоком воняет. Чувствуй коровой. Это 99%? Я уже ел точно такой же шоколад. Я тоже халл такой. Помните рекламу? Настоящий шоколад тает в аконе и в руках. Помните? А на самом деле что? Настоящий шоколад будет таять уже в руках. Потому что что тает? Какао масло. А какао масло тает при температуре человеческого тела. Даже еще меньше. При 3-4-2 уже тает. Сейчас на себе попробуй. Или вы уже съели уже? Да. Не успели. Итак, уважаемые гости. Следующая категория 7. И всех процентов категория голького шоколада. Поплодники, я думала, есть на не на одном, а не на одном столе. Молочный шоколад. Газов. Молочный шоколад. Поплодники голького шоколада. А то как Россия щедрая душа или вот что-то такое. Да? Какой-то русский шоколад. Молочный шоколад. По-моему, в игрушках Дед Мороз, типа, вот этот, конфеты какие-то, вот эти вот елочные, я понял. Похож, молочный, похож на стандартный шоколад в елочных игрушках. Хорошо, 70. Ну, 99 работал. 70 не такой горький, кстати говоря, вообще кайфовый. 99. Мы-то, которые пробовали там вообще. Собрали вообще. То есть это бракет 100% шоколад. Что такое какао? 100% шоколад. Какао тертое, какао масло и какао. 70 вообще нормально, не кислит. Не кислит 70%, не горчит, ничего, нормально, просто приятный шоколад. Мы 70, когда хаваем, это просто рвота какая-то. История трагедии, я уже говорила вам, сколько лет насчитывает более? Семь. Тысяч. Да. А вот история какао-бобов насчитывает... Ой, Вася, 99 это ужас. И первый, кто для себя открыл какао-бобы, это были... Ах! Чисто кофе с тобой похавались. Совершенно верно, они везем, а с тревых посбили. Бля, 99 это просто нереально. Что они из него сделали, это был напиток, шоколадный напиток. Переводили на какой-то шоколад. Ели более ужасно, чем 99. У нас здесь, смотрите, приятно. Ты чё? Чем больше какао-бобы, ты не хочешь? У меня аж щипет рот. У меня аж щипет. У меня шоколад, это сладость, это наслаждение, это удовольствие, да? А что интересно? У меня аж щипет. Не, у меня кушать, пока я говорю. Попробуй еще раз. Попробуй еще раз 99. Ты его рассасывай? А что было еще интересно, что какао-бобы, для них размерные монеты? Ну, та горечь, которую вы, наверное, ощущали, ну, вдруг сравнивают, например, другие шоколады, уже на 70%. Ну, и, конечно, папа шоколаде, сын сыровар. Мы на воду даже что-то придумали. Мы придумали сыр маскарпоне, сублимированный шоколаде. Пробуем, смотрите, вот так вот, берем и передаем друг другу по кусочкам. Даже на киндер не похоже. Вообще, левая какая-то тема. Сначала пробуем. Зелененькую. Попробуй все. Сейчас пробуем маскарпоне какой-то. До нас должно дойти. Ну, что, давай тыкать. Да, Господи, возьмем пальцами. Маскарпоне, сыр и шоколад. У кого-то будет много шоколада, у кого-то будет мало начинки. Кушать надо в первый продукт, который вы пробуете, и вот он уже такой. Мы ели что-то удобное. Шоколадки с белой начинкой внутри, в синеньком, типа Бэйби Фокс, понял? Отсюда на четверых начальник. И передаем дальше. Начинка попадает быстрее. Шоколад кайфовый. По вкусу. Сейчас пробуем. Это что получается у нас? Просто темно, что ли? Что там внутри я прослушал? Вторая конфета, Мока. Одной цене. А, кофе. Да. Похоже на вафлю, реально. На шоколад и вафлю. Твертые какао, бабки. Ручками поделок, там не трогай, только повесили, дайте повесить. Для фотосессии повесили, можно будет фотографировать. И так, уважаемые гости. И в сыре, и в шоколаде содержится цветопарка и кислота, которая помогает вашему организму вырабатывать что? Что? Конечно, вы идите отсюда на порядок довольнее, счастливее, не забудьте осуществить нашего кота с моими желаниями. Вы заставили тот момент? Нет. Серебряные котки, афорку. Он исполняет тело, а ревно, афорку, афорку. Афориканку? Зубай. Если вы приедете, другое заканчивается. И так, уважаемые гости, спасибо вам за вашу компанию. Надеюсь, что вы не потратили, вы заедаете, заедаете. Надеюсь, вы не потратили ведер. Тут как в поле чудес сейчас будет, понял? Когда они розеттывали. И я хочу подарить вам частичку взаимной твоей души. Пусть ярко светит солнце, и пусть звучат ручьи, и что на сердце не было ни капельки тостни. Хорошего вам вечера, приятного вам. Спасибо. 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 Я тебе серьезно говорю, Лиска, это то же самое, что Колби, только без горчинки. Вот если он из козьего сделан, ну Лиска здесь вообще все брахнула, абсолютно. Все сыры. Она прям все уничтожила. Чеддер это просто прокисший сыр. Больше всего произведение произвело впечатление Колби, Лиса и Чеддер. Вот эти резиновые вообще не помню, что такое. Из шоколада ужас, полный 99, безвкусный, горький, аж щипет язык. Здесь между 70, 55 и молочным разница в один шаг, абсолютно, в один. Так можно сразу брать вот этот, и вот этот, все. А это что такое? Барципан. А что мы первым там пробовали? Первый, который у Сауэрки. Ну такой, прикольный. Блян, уже выжрал бокал льна. Блян, ну вот. Ну что, это ж прикольно. Сливочный такой, с прискусом него. Эрэйхраузен. Минсалузен? Эрэйхраузен. Это резинка, которая резиновая, безвкусная вообще. Огурец. Ну вот, я не знаю, после бедералки вообще-то. Из этого 100% я бы купил лиску. 1000% я бы купил колби. Вот эти прям по 1000% оба. Чеддер, прикинь, как он в бутерах будет, Ян. Ты просто прикинь, как он дополнит ветчину, помидор. И тогда и т.п. Чеддер тоже пушка. Да, да, стол. Все ушли, мы остались за столом. Блядь, колби. Это просто взрыв каждый раз. Ты берешь, аурот, такое. Ням, ням, ням. С зампахом кислой сметаны. Бам! Просто взрыв. Бам! Все, взорвался, понял? Он прям взрывает его. Его добавить в бутер и добавить в пиццу. Посыпать курицу, да все что угодно. Он, он просто, он вот именно дополнит так. Но его нельзя много. Не, переборщишь, горечь будет. Если переборщишь, будет сильно горчить. Его нужно прям вот, ааа, это взрыв. Его нужно, знаешь, в центр сипать, чтобы ты первый вкус. Да, все. Умер. Ну, лиска просто. Мне надо шоколад распробовать 100%. Сейчас мы еще останемся пробовать шоколад. А, говорит, никто не выгоняет, поэтому будем тут находиться, пока будет у меня. Да, не должен, вот я бутылку. Алкоголь, это не наше точно. Лиска прям, он имеет кокосовый оттенок. Ах, лиску, когда пробуешь, есть что-то кокосовое в ней, понял? Особенно, когда она после уже все раскрыла, все уже отыграла. Осталась вот эта крошка в руку. Появляется вот эта вот тема. Надо себе положить шоколаду, распробовать, чтобы не забрали. Ну, короче, да. Сейчас мы еще попробуем по кусочку этого. Отложим. Приятно с вами общаться. Спасибо. Взаимно выстрелили. И немножко вот это. Ну, я еще все-таки не могу, я себя добомблю этим колби. Это жуть полная. Потому что колби это просто... Все, спасибо. А, можно в стаканчик тоже. Все, все закончилось. Нам надавали остатков сыра, которые люди не доели, чтобы мы их доели. А мы с ним не стали отказываться. Это очень хорошая, прикольная вещь. Все, мы вышли, все закончилось. Сейчас мы еще вернемся там докупить сырку. Короче, мы тут собрали сырок, нам решили взять с собой и шоколад. Вот. Если мы что-то не распробовали, то можно было бы это распробовать. Такие самолеты, блин. Что они тут летают? Хуели, блин, совсем. А, ну, кстати, басо, походу, да, это же куриц. Короче, блядь, да. Сыр просто огонь. Жалко, не дали попробовать голубой с плесенью. Мы бы хотели его попробовать очень сильно. Но, видимо, потом где-то как-нибудь в другой раз попробуем. Экскурсия вышла интересная, дорогая. Ну, мы больше заплатили за то, чтобы попробовать этот сыр. Такого мы больше бы нигде не попробовали. А так, кажется... Сыр, такая пушка вообще. Колби. Ну, потом лиска, вот. Удовлетворение. Они все хорошие. Да, резиновые какие-то были, конечно. Там, да. Два из них это просто резиновые, бутербродные какие-то такие. Видишь, в чем фича настоящего сыра, Иоанн? Когда мы его с тобой хавали, ты такой... То есть у тебя вкус во рту играет. Да. Сначала знакомиться. Потом они такие, типа, начинают дружить. Потом все, ебать, ебля началась. Потом планное завершение, послевкусие сливочное. Понимаешь? А наше, тут дерьмо. Ты вот отрезал боковое. Все, закончилось. Тут прям вот оно. Тянется, Вася. Блядь, охуенно. Ну, сейчас, может, мы еще тут вдохнем. Просто в чем дело? Сижу, пробую, пытаюсь распробовать молочный клад настоящий. Масло. Просто нечему. Ему зацепиться нечем во рту. Просто сладко. Просто кушай клада. Легенький такой, легенький. Но сладость хорошая. Сладкий довольно-таки. Прям нормально сладкий. Но... Ну, одним словом, он тает, как масло мороженое. Расставил, получил вкус. Масло проглотил, вкус ушел. Все. Нечему зацепиться. То есть даже не надо запивать ничем. Он просто сам проглотил. Я уже очень много съел. И я до сих пор не понял, в чем фича. То есть я до сих пор... Смысл в том, что когда я буду пробовать шоколадку, например, на Эппельгольд, я ее съем, и я не смогу понять, вот там вот такой же шоколад или другой. Другой. Этому нечем зацепиться абсолютно. У нас есть, что он целый стакан, чтобы понять находит. Другой, весь покупной шоколад, он остается. Его надо запить чем-то. Поэтому всегда с чаем. Он все на зубах. Да. Это ты проглотил масло. Все. Его не надо ничем запивать. Вкуса не осталось. Консистенция не хрупкая. Да. Куски толстые, пиздец. А ты когда его кусаешь, ну как это объяснить? Он как бы проминается. Когда его кусаешь, то есть он не ломается, он не крошится, он просто как будто бы проминается. Ну это масло, да. Блядь, что 99% что ли здесь шоколад? Ну походу нам всыпались от 99. Господи, он ужасен просто. Просто горечный. Это не он, кстати? А, это он. Я запачкал еще этим шоколадом уебищным себе кофту. Короче, мы обновили наши вкусовые сосочки и решили еще раз попробовать колби. Это тот, который оранжевый, да? Да, 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 самый оранжевый. Ну это либо чеддер, либо колби. Сейчас попробуем. Если он сейчас взорвет. Нет, это не он, кстати говоря. Вот он, вот он, вот он сейчас тело, да? Вот это колби, по-моему. Ну пахнет точно как он. Ну короче, что взрываем. Бам, удар. Вот. Вот прям удар. Вот. Вкусовой. Бибер. Консистенция же такая. Он рассыпается? Он рассыпается. Большие гранулы. И как бы бульончик от них как бы остается, понимаешь? Такой, блин. Ты его рассасываешь, прям вот он чуть-чуть тает. Слушай, Антон, что-то я. Он че липкий такой. На че же похоже консистенция эта, бля? Это не пластилин, это не резина. Он разваливает как творог, как твердый творог. После него что-то такое послевкусие. Ну короче, бля. Ну-ка попробуем беленький. Беленький, кстати, узнает, что это. Мы там в них не разобрались особо. Я схвал резиновый, который. Ну. Нет удара. Да. Мягенько. Вкусненько. Ну так. Я буду в кино сидел, смотрел. Вот такой бы хавал просто и все. Мягкий. Ненасыщенный. Вот. Северный удар. Просто удар. Вот это сейчас будет тебя просто в челюсть, нахуй. Демидж. Просто, да? Да, растоптали. Нам еще не стоит путать его с чеддером. Но чеддер, мне кажется, можно, его нельзя спутать. Он имеет ярко выраженный вкус сырной корки. Вот сыр когда. Старый уже такой корочкой взялся. Я просто с детства помню, понял. Я батья все время брал на рынке сыр. Тогда еще, возможно, там был какой-то натуральный, понял. И вот он все время мог там пожелтеть, оранжевым прям стать таким это. И вот когда корочку вот ухаваешь, вот она очень сильно похожа на вкус чеддер сыра. Не колби, а чеддер именно. Колби это, блядь, ну это жареная курица с картошкой. Я не знаю, как это объяснить, но очень похожа на вкус жареной курицы. Нагетсы. Или какие-то фактуры. Ну, блядь, колби просто король. И лиси, и лиси. Лиска вообще тоже ебаный в рот. Короче, мы просекли фичу нормального сыра, Ян. Он просто, блядь, имеет вкус, понимаешь. Долгоиграющий. Имеет начало, середину, конец. Это как пьеса, понимаешь. Так, нам надо, блядь, он бы не закрылся. Нихуя там народу ебать мой хуй. Ебать там народу прилетел. Мы побежали в магазин, потому что это невероятное количество туристов приехало, или кто это, непонятно. Поэтому нам надо быстрее успеть купить колби. И еще что-нибудь. Ну и голубой с плесенью хотим взять нас. Мы решили взять всех конфет. Ну, по одной штучке. Но всех, вообще всех, абсолютно. Сыр мы взяли голубой с плесенью. И чеддер, оказывается, нашего... Как? Колби? Колби вообще не производят. Ну, его не продают. То есть его производят, но не продают здесь вообще. То есть мы пососали. Мы можем взять из того, что нам понравилось, только лиску. Вот она есть. 208 за 100 грамм. И чеддер там что-то в 150 стоит за 100 грамм. Вот. Взяли чеддер, чтобы попробовать его на бутеры. Лиска слишком сливочная. Ну, она предсказуемая довольно. Ну, а чеддер, чеддер интересно попробовать. Ну, и голубой сыр с плесенью мы не пробовали до рублю. Попробуем настоящий. Сыр, это не одиночный продукт. Это блюдо. Вот это я вам понял. Ты съел не просто пюрешку, а делай на котлету. Вместе. Пюрешки с котлеткой. А это и сыр настоящий. У него есть все. И реально чувствуется, что он живой. То, что мы жрем, это воск, нахуй. Да и все, по-другому ее назовешь. Чисто воск со вкусом сыра. Идем потихоньку поедаем. Настоящий сыр. Давай реакцию, что скажешь. 350 рублей. Пушка. Вообще однозначно пушка. Прям классно. Стоит своих денег. Да. Если бы он стоил 800, я бы такой, ребят, ну дорого. Ну дорого, реально. Мне кажется, наоборот, даже 350 дохуя. Ну, мы могли, блядь, 200 грамм сыра нормально купить. Ну, и что это? Ты его съел, блядь, 200 грамм. Да не, не наш, в смысле, с дерьмового, а тут прям. Ну, и что? Ты что, не съел 200 грамм сыра, хочешь сказать? И ты не выпил бокал вина, и ты не послушал какую-то лекцию, и шоколада не поел. Так немножко все равно. Да, конечно. Ну, то есть ты думаешь, что это стоит 35 рублей? Конечно. Окупается. А ты съел на 350 рублей всего. Еще и вина выпил. Еще и послушал, еще и походил, что-то там поделал. Вообще здорово. Конечно, я туалет изглазил. Конечно, здорово. 350 рублей. Ну, и что, ну, поход в кино. В кино ты ходишь каждый день. Да это насрать вообще. Хуя, мы каждый день в кино ходим? Когда это я начал ходить в кино каждый день? Ну, не ты хорошо, нормальный белый человек, не ты раб ебучий. А нормальный человек ходит в кино нам почти каждый день. Ну, и что, 350 рублей? А тут, в смысле, на сыроварню, настоящий сыр, настоящие эмоции. Шоколадку поел, вина выпил, в холод сходил, посмотрел, поглядел, как это все можно сделать. Здорово же? Почему нет? Как ощущения вообще у тебя от сыра? Вообще пухочный. Прям кайф. Ну, реально показалось, что такое может быть нормальный, настоящий, сука, сыр. Не в смысле там воск какой-то с говном. Ну, поел, резинка вообще проглотил, побежал на работу. И не заметил вообще. Просто хрень какая-то. Ну, резинка. Он весь такой. Если ходишь супер крутой, вон 10 тысяч долларов стоит. Вот там может быть, не знаю. Не пробовал. Здесь вот попробовал. Замечательно, изумительно. Вау просто. Вот это здорово. Вкусный, отличный сыр. Нигде такого больше не поешь. Ну, только на настоящей сыроварне. Ну, да. Ну, либо, я не знаю, искать какой-то топовый, мажорский магаз. Там, если тебе супер-пупер повезет, завезут какой-то сыр. Не испорченные сроки хранения у него. Не испорченная там температура или что-то там еще. Повезет. Купер свеженький, хороший сыр. Да, за большие бабки. На сыроварне, я уверен, гораздо дешевле, чем стоило бы в магазе. Да. Прямо вот 100%. Тут я на сыроварне, вот, готов, порезали на. Вот тебе все. А так бы его, в смысле, куда-то везли. То есть, у тебя впечатление прям нормальное, да? Да, да, вообще здорово. Понятно, что сходить в ботанический сад, тхуня, я завтра забуду. Я уже забыл, что я там был. А в смысле, его сырку поел. Это же я вспомню, мы с Никиткой-то были в сыроварне, там, ой, сыр ели. Да, 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 шоколад настоящий, блядь. А так, в целом. Мы пришли к замку и опоздали. Мы не знаем, как отсюда уехать, кстати говоря. Да, мы не знаем, как уехать. Сели мы, короче, на основке и думаем. Перспективы не радужные. Автобус мы только что проебалил, буквально пару минут туда он уехал. Нам здесь либо полтора часа сесть ждать автика. Либо мы вызываем такси за полторы тысячи, чтобы уехать в Калининград отсюда. Либо мы ждем каких-то таксистов. Чудо-автобус, который тоже, возможно, поедет до Калининграда. Либо пиздуем какой-то жемчужный и ловим там попутку, чтобы уехать в Калининград. Что делать, не знаем. Но вам об этом думать не надо. Вас всего лишь отделяет от момента, пока мы едем. Приехал автобус, у него дымится колесо в заднем. Все про этого в салоне сказали его водителю. А водитель такой, да и ничего, доедем. Вот он, дымится. Из-под колеса. Что там может быть покоя? Скорее всего сгорать какая-то смазка из-за какого-то трения, понял? Я вот прям саду. Иди сюда. Аккредимый прям много. Я вот садиста думаю, вот случается какая-то проблема, да? Сходятся все мужики, стоят, курят, что-то смотрят. Ты думаешь, ну, наверное, все еще сделают. А фишка в том, что я сам сейчас вырос. Смотрю на всех мужиков, которые смотрят на проблемы. Ну, мы не кем, что делать. Да, они все курят, смотрят, как и... Все, мы сели на автобус, просидели полтора часа. Но для нас-то не составило никакого труда, мы попиздеть любим. Чисто просидели, прополтали полтора часика, дождались автобуса. Все, сейчас едем. Замы, конечно, не дошли. Едем обратно в Калининград. Не знаю, что мы будем делать. Придумаем.